всем привет меня зовут виктория и рада вас видеть у себя на кухне и сегодня мы приготовим вместе икру из баклажанов для приготовления нам понадобится баклажаны морковь лук чеснок помидоры болгарский перец сахар растительное масло и уксус полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео я буду готовить на небольшую порцию сначала займемся овощами овощи нужно очи я очищаю баклажаны но если вы любите с кожурой то конечно же кожуру можно оставить мы предпочитаем так затем я очищаю морковь лук и болгарский перец на помидорах я сделала надрезы залила их кипятком оставила на 3 минуты и очистила от кожуры все овощи готовы приступаем к нарезке овощей баклажаны буду нарезать мелким кубиком смотрите еще больше рецептов на моем канале с овощами баклажанами кабачками все ссылки я вам оставлю в описании под видео на кубики вот примерно такого размера затем баклажаны я солю добавляю 2 столовые ложки соли и заливаю их водой немного перемешиваю и оставляю чтобы вся горечь из баклажанов вышла и пока займюсь на риской следующих овощей удаляю ненужную частью помидоров и нарезаю их как можно мельче на мелкий мелкий кубик при желании овощи можно измельчить в блендере или в кухонном комбайне также многие их пропускают на мясорубке это вы уже смотрите и выбирайте сами затем я нарезаю болгарский перец и натираю на крупной терке морковку мелко-мелко нарезаю лук у меня примерно вышло из данного количества ингредиентов 2 2 с половиной литра баклажановой икры все овощи нарезаны все подготовлено и баклажаны вот посмотрите сколько они пустили какой они пустили сок вот это вся горечь и я сейчас все это солью и хорошо промоем под проточной водой вот я все слила не забывайте что мы их уже солили при добавлении соли учитывайте это затем я беру на начальном этапе 100 миллилитров растительного масла хорошо разогреваю сковороду выливаю растительное масло и начинаю немного обжаривать лук но сильно овощи для икры из баклажанов не рекомендуют обжариваю я немного вот так перемешиваю затем выкладываю морковку еще раз хорошо все перемешиваю и оставляю тушиться на небольшом огне под закрытой крышкой лучше овощи для икры из баклажанов тушить а не обжаривать выкладываю болгарский перец и продолжаю тушить овощи нужно выкладывать в очередности от более твердых к менее твердым пришла очередь баклажанов выкладываю нарезанные баклажаны и сверху наливаю немного воды кипятка 100 150 миллилитров в моем случае это 150 миллилитров воды нужно наливать примерно столько с расчетом 100 миллилитров воды на 1 килограмм баклажанов немного перемешиваю и оставляю тушиться каждый овощ который мы выкладывали лук морковь и болгарский перец тушить нужно примерно минут по 5 пока они не станут немного мягкими каждый раз последующий овощ немножко оставляем тушиться на то время которое нужно чтобы они стали немного мягкими баклажаны пустили сок я в них добавляю помидоры помидоры я рекомендую добавлять последними потому что помидоры добавляют много сладостей и больше вероятности что если вы не будете следить за овощами то они подгорят поэтому нужно все время время от времени перемешивать и преслеживать и на маленьком огне оставлять чтобы все овощи тушились на маленьком огне затем я пропускаю через пресс чеснок добавляю чеснок соль сахар специи у меня это черный перец все хорошо перемешиваю и добавляю три столовые ложки томатной пасты посмотрите какая красота уже у нас получается пахнет очень очень вкусно такие ароматы витают на всю кухню и самом конце добавляю 35 миллилитров шести процентного уксуса все хорошо перемешиваю выключаю огонь баночки я уже подготовила с крышками простерилизовать их можно любым способом привычным способом на пару либо в микроволновой печи или духовке при желании можно перебить икру погружным блендером чтобы присутствие кусочков вообще не чувствовалось но мы любим чтобы было небольшое присутствие кусочков поэтому я оставляю так и сейчас я буду заполнять икрой баночки я уже попробовала получилось она очень очень вкусная такую икру можно кушать просто либо попробовать ее зимой по этому рецепту можно оставлять и хранить баночки всю зиму надеюсь этот рецепт и видео были для вас полезными ставьте лайки пишите мне свои комментарии ваши комментарии это лучшие награды для меня а я всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами